Привет, друзья! Сегодня у нас, как обычно, влог. Всё, что сюда войдёт, вы посмотрите. У меня видеоредактор капризный, и вот иной раз просто приходится по пять, по десять раз одно и то же. Он до половины вот отредактирует, это часа полтора проходит, а потом бац и остановился. С чем это связано, я не знаю. Ну, с чем-то связано. Вот. Ну, в общем, всё, что смогу, впихну. Скажу вам, значит, новости такие. Новый маникюр. Здесь я крашусь. Украшения на себя надеваю, да? Потом, значит, я тут показываю, что я приготовила, там, вчера, позавчера, когда там, что мы купили. Потом я покажу вам, вот, уже сняла видео. Я накупила мыло, таких душистых, душистых таких мыльчиков. В общем, душистого мыла я накупила, несколько штук. Так пахнут хорошо, это я тоже. Если смогу, то впихну в этот влог. Если не смогу, то будет другая часть, и вы посмотрите. Что там ещё? Я получила заказ от Эйва. Непременно поделюсь. И, скорее всего, это будет отдельным. Отдельным видео пойдёт после этого видео, наверняка. Потом, что ещё? Я о том видео, которое я закрыла. Захотелось к морю, захотелось чего-то восточного. Тем более, что у меня вот этот вот фонарик, да, в таком восточном стиле выполнен. И вот мне захотелось чего-то так поговорить, об этом картинке посмотреть. И я собрала из интернета много картинок с восточного базара. В основном там посуда красивая. И просто так говорю и показываю, да, эти картинки. Меня не видно, просто голос за кадром. Ну, об этих картинках чуть-чуть вспомнила, как я любила там в детстве из-за сказок «Тысяча и одной ночи». Вот эти все дела, как я полюбила это всё, вот эти вот всякие украшения и прочее, и прочее. Видео на три минуты. Но, вы знаете, мне почему-то показалось, что вам оно не понравится. Я его выставила, и, наверное, через полчаса, может, и раньше закрыла, довольно быстро закрыла. Не знаю. Ну, если хотите, я его выставлю. Если вас это интересует, напишите, я его выставлю. Оно у меня просто закрыто. Оно есть, я его не удалила, ничего. Просто закрыла и всё. Вот. Это по вопросу, да, что девочки спрашивали, почему видео не открывается. Не открывается, потому что закрыла. В общем, так. В этом влоге у меня всего много. А, ещё предыдущая прогулочка рано утром. Тоже она уж у меня... Ой, у меня ж это ж... У меня так много отснято всегда. Ребята, у меня всегда много-много материала отснято. Я не успеваю выкладывать. Ну, каждый день этим заниматься, это реально занимает время. Это занимает много времени. Иной раз просто даже хотя бы вот заставочку на видео, я там, пока её сделаю, я перебираю много вариантов. Ну, хочется, чтобы вы меня увидели, чтобы вы поняли, что это моё видео. И в то же время, чтобы она была такая, ну, привлекательная. Я там начинаю фотошопить. В общем, на это тоже уходит время. В общем, я не знаю, как кто, просто я очень люблю монтировать видео. Если бы ещё видеоредактор не подводил. Я люблю монтировать. Я люблю снимать, я люблю монтировать. Я люблю всё. Но это занимает очень много времени. Поэтому, конечно, каждый день этим нет заниматься. Ну, не то, что... Я могу заниматься этим каждый день, но видео будут более короткие. А вы любите видео более длинные, судя по просмотрам. И я ориентируюсь, конечно, на большинство вас, друзья. И вы говорите, хотим длиннее, хотим длиннее. Я ориентируюсь на ваши пожелания. И поэтому у меня видео где-то... Ну, в среднем у меня выходит видео через 2-3 дня. Вот так. Но зато длинные. А такие коротенькие я могу хоть каждый день выпускать что-нибудь там. Но вы любите. Я считаюсь с вашими желаниями. Мои дорогие, в общем, смотрите. Что впихнуто, увидите. Что не впихнётся в это видео, будет в следующем. Смотрите. Вчера перебирала свои духи. Вот это... Ну, короче, забыла про этот флакончик совершенно. И вот достала его. Это от Эйвен. Вива Лавита. Или Вива Лавита. Я не знаю, девочки, как правильно это произносить. Вот. В общем, вот эти духи. И, вы знаете, захотелось их на себе поносить. И вот я вчера вечером надушилась дома. И сейчас надушусь опять. Ещё не душилась, но сейчас надушусь. Доброе утро, друзья. Доброе утро, друзья. У нас сегодня 13 июня. Я поменяла заставочку. Делала расклад Таро. О, сейчас, кстати, ещё очень рано. Я вам покажу, который час. Вот. 15 минут седьмого. То есть ещё ранее утро. Ну, я уже сделала несколько раскладов, потому что, ну, потому что это меня сейчас интересует. Вот. И хотела вам показать мои приобретения. Вы знаете, что я люблю различные ароматы. И я приобрела. Но на этот раз это не духи, а мыло. Вот. Я подумала, я люблю разнообразные ароматы. Но, знаете ли, накапливать такое количество духов, которые потом пропадают, истекает срок годности. Поэтому я решила обходиться меньшими затратами и более полезными. Потому что мыло у меня используется довольно быстро, активно. Вот. Ну, и я вот решила себе приобрести. Вот такое мыло. Мыло туалетное, оливковое. Очень приятно пахнет. Я люблю мыться приятным мылом, которое приятно пахнет. От этого получаешь огромное эстетическое удовольствие. А, следующее. Следующее идёт мыло роза. Тоже очень приятный аромат. Но более нежный. Но вот этот более мощный аромат, и это мне больше нравится. Хотя роза более нежная, конечно. Но почему-то я люблю более такие сильные ароматы. Ещё одно мыльце. Это поменьше размером. Ой! Это тоже роза. Но пахнет уже по-другому. Потому что, ну, розы, они ведь по-разному пахнут. Вот. Но это такой более такой сильный, более сильный аромат. И вот ещё одно мыло. Мимоза. Вот. Тоже чудесный аромат. Сейчас я пользуюсь таким же мылом, только не мимозой, а орхидеей. Вот. И, ну, чудесный аромат. И форма мне нравится. Такая кругленькая. Это мне напоминает мыло «Алые паруса» в былые времена. Когда ещё работал наш комбинат «Алые паруса». Вот. Вот так вот. Когда работал ещё наш комбинат «Алые паруса», довольно-таки известный. Ах! Боже, какой приятный аромат. И мы, мы, ну, в общем, комбинат «Алые паруса» выпускал круглое мыло, тоже с названием «Алые паруса». Оно чудесно пахло, и большей своей частью оно шло на импорт. Но иногда, как это принято было говорить, выбрасывали и у нас в городе. И вот пару раз я покупала, попадала на такие вот выбросы мыла. И пару раз я такие, да, покупала. И вот нравится мне круглая форма мыла. Не знаю, то ли в связи с тем, что было такое мыло «Алые паруса» кругленькое, чудесное, то ли просто мне нравится круглая форма. Вот. Вот такие у меня сегодня покупочки. И этим я хотела с вами поделиться. А это лежат мои, как я уже сказала, карты Таро. Вот. Со своей вот этой книжечкой. И я здесь, чтобы долго не искать, видите, поприклеивала ценнички и поподписывала, где у меня там... Где у меня какие расшифровки, объяснения, карты. Вот. В общем, ещё мне осталось... Это давно было. Потом я как-то забросила это дело. Вот. Мне осталось там паш, король и королева доклеить. Я забросила и забыла. А, думаю, сегодня я это дело доделаю. Вот. Такое у меня утреннее видео. Вон, карты сами лежат в этой коробочке. Вот. Так что я вчера делала расклад Таро. И сегодня сделала два расклада. Вчера делала один расклад, а сегодня сделала два расклада. Ну, всё. Вот этим я с вами хотела поделиться. Сегодня с утра. И ещё чуть не забыла. Купила вот такие румяна. Ну, это бюджетный вариант. Но здесь очень такой хороший хайлайтер вообще вот сбоку. И сами румяна тоже такие же. Сейчас покажу. Вот такой хайлайтер. И румянчики тоже вот такие. Если это всё дело соединить вот так, например, то получается очень-очень красивый цвет. И я сейчас это попробую на себе. Вот. И купила ещё тоже очень бюджетный вариант. Какая-то версия на что-то, вероятно. Но мне это абсолютно без разницы. Светлая пудра. Светлая пудра у меня расходуется. Сейчас я вам покажу её. Ну, один из самых светлых вариантов. Вот. Расходую я, куда я применяю эту пудру? На глаза. Я высветляю внутренний уголок глаза. И от этого глазки становятся более такими ясными и весёлыми. Вот. Вот это тоже я вчера купила. Одно мыло уже ушло в душ. Эти лежат, ждут своей очереди. Вот. И вот это то, чем я начинаю пользоваться уже сегодня. Сейчас я пойду делать макияж. И это буду применять. Девчонки, я пошла дальше. В картах. Значит, я взяла старые фотографии. Ну, это я делала когда-то фотографии ювелирных изделий. Ещё до встречи с компьютером, до знакомства с компьютером. Да. У меня просто была пачка фотографий ювелирных изделий. В общем, они мне оказались уже со временем совершенно ненужными. И я их разрезала. И вот на другой стороне написаны различные вопросы, которые меня интересуют на данный момент. И сейчас я возьму колоду карт. Ой. Что-то я набросала много. Я сейчас возьму колоду карт. Таро. Перемешаю их. И на каждое желание положу по карте. На каждое моё нежелание, а на каждый мой вопрос. Тут нежелание, тут вопросы. На каждый вопрос я положу по карте. И таким образом я, ну, составлю представление по прогнозу Таро. Что они мне говорят, как они отвечают на мой вопрос. Вот. Сейчас я... Ну, вот, девчонки. На каждый свой вопрос. Вот, вы видите, лежит бумажечка с вопросом. И на каждый свой вопрос я сверху положила по карте. И сейчас я их буду открывать. Вопросы я не буду открывать, а карту буду открывать. Ну, чтобы вам показать. Потом уже сама посмотрю вопросы, да. Так. Десятка жезлов. Вот к этому вопросу относятся. Здесь у нас суд к этому вопросу. Здесь у нас девятка жезлов. Боже, сколько трудов, сколько трудов. Так. Здесь у нас семёрка чаш. Много вариантов. И какой-то из них надо выбрать. И вот, как это сложно выбрать, когда много вариантов. Так. Здесь у нас воровство и подлость к этому вопросу относятся. Здесь я что-то знаю, что-то я помню, а что-то не совсем, да. Так. Здесь четвёрка жезлов. Это радость, вечеринка, там, день рождения. Ну, в общем, какой-то праздник, после которого нужно будет всё-таки заняться уборкой и потрудиться немножко. То есть, такое, двоякое. Ну, праздник. Так. На этот вопрос у меня ответ двойка жезлов. А что у нас двойка означает? Потом посмотрю. Так. Здесь пятёрка жезлов. Пятёрка жезлов. Это несогласие. Это полный разлад и несогласие. Это к тому вопросу, который вот под ней находится. Так. Здесь у меня девятка чаш. Ну, в принципе, это эмоции. Такие, наверное, спокойные, уверенные. Надо будет посмотреть. Чаши. Это эмоции. Так. И вот здесь у меня, здесь у меня туз жезлов. Карта хорошая. По-моему, начало чего-то. Вот. К тому вопросу. Ну, я уточню сейчас и... Прошу прощения. Теперь я беру вот эту вот книжечку, которая, как я вам говорила, я с ней работала уже. И буду смотреть. Буду смотреть вопросы свои. И что мне ответили на мои вопросы карты. Вот. К примеру, вот. Вот на этот вопрос. На этот вопрос. Тот, который там записан. Вот. Карты ответили, что здесь вот по этому поводу ничего хорошего не будет. Будет полное несогласие, полный разлад. Ну, это то, что я говорю. То, что я знаю. Вот. Вот этот вопрос, который под этой картой. Тоже эту карту я хорошо знаю. Это у человека очень много вариантов. И он не знает, какой выбрать. И он просто даже в растерянности от того, что вариантов много. Надо выбрать какой-то правильный. Не знает, какой. Растерянность такая. Растерянность такая. Так. Вот. Эту карту хорошо знаю. Это вор крадется. Это вор. Это подлый человек. Подлый вор. Вот. Это к этому вопросу относится. Ну, и я говорю. Да что ж такое. И суд. Ну, суд это, по-моему, торжество какой-то справедливости. Что-то хорошее. Ну, не буду утверждать. Потому что этого я уже не помню. Это я уже более подробно буду смотреть вот в этой брошюрке, которая прилагалась к этим картам. Вот так я стала развлекаться теперь. Давно я не бралась за карты. Всю молодость я... Сейчас я перед вами появлюсь, пред ваши ясные очи. Значит так, друзья. Я действительно очень давно не брала в руки карты. Ну, в руки-то я их брала, понятное дело. Но очень давно я не делала расклады. Ну, вот сейчас наступил такой период, что мне это стало интересно. И я делаю расклады. Но, девочки, я не буду делать расклады, допустим, на всех, там ещё как-то. Я к этому не готова, поскольку я... Я не таролок. И... Как вам сказать? Не профессионал. Я любитель. Я в юности... Я тогда в юности ещё не знала, что есть такие карты. Таро, потом Мадам... Забыла. Забыла. Какой Мадам карты. Ну, в общем, я этого не знала. И пользовалась обыкновенными картами. Гадала на них. И, в принципе, когда я гадала девчонкам, они говорили, что всё сходится. Ну, подружкам своим. Ну, знаете, я вот картам Таро я доверяю. И люблю их за то, что они не только показывают что-то, но они ещё и дают совет. Понимаете? Вот это важно. Я очень люблю вообще карты. Очень люблю расклады. Но давно, как я уже сказала, повторюсь, я этим не занималась. Вот сейчас проснулся во мне интерес к этому делу. И вот я сейчас чисто для себя. Только для себя. И если даже кто-то скажет, на себя нельзя, девочки. Ну, вот кто считает, что на себя нельзя, то и не надо. Я считаю, что можно. Я себе это позволяю. Обычно ведь как получается? Если мы верим, да, в примету «кошка чёрная перешла дорогу», во что я никогда не верила, я люблю кошек всех мастей, да, вот, «кошка чёрная перешла дорогу», всё, будет невезение. На меня это не действует. Я обожаю кошек, и я никогда не верила в эту примету, даже в детстве. А вот в пустые ведра, я уже говорила в каком-то из своих видео, в пустые ведра верю. Вот если мне идёт человек навстречу с пустым ведром, значит, если я, ну, с какой-то целью иду, значит, я цели своей не достигну. То есть будет всё не так, как хотелось. Если с полным, значит, всё будет хорошо. Вот эта примета на меня действует, и что ещё? А, и возвращаться. Вот что-то забыла, вернуться. Эти две приметы на меня действуют. Я им верю, я в них верю, и они у меня сбываются. Поэтому сбывается то, во что мы верим. Я считаю, что я могу делать расклады себе, кто бы что мне ни говорил. Ну, я уже достаточно взрослый человек, да, и чему-то эта жизнь меня тоже научила, что-то в этой жизни я пережила, что-то, ну, в общем, из чего-то выкарабкалось, да. Поэтому опыт уже у меня приличный, поэтому я могу себе что-то позволить. Вот, девчонки, ну, я это дело очень люблю, и думаю, что большинство из вас меня в этом поддерживают, потому что все мы девочки, все мы любим эзотерику, все мы любим гадания, расклады. Вот я этим сейчас и увлеклась. Всё, мои хорошие. Привет, друзья мои. Добрый вечер. Видите, я гуляю не только по утрам, но и по вечерам, да. Сейчас не то, что вечер, уже ночь. Ну, уже 10 часов начала 11-го. Но я со своей приятельницей сейчас подъедем... Ну, сейчас подъедем, наверное, на набережную, подышим свежим воздухом, потому что летом всё-таки очень жарко днём, а вечером вот хорошо, приятно и прохладно. Вот утро и вечер. Вот, Серёжа сидит дома, а за мной сейчас подъедут, и мы поедем, посидим. Посидим, поговорим, пообщаемся. Сейчас хорошо, так просто чудесно. Я стою около своего дома, воздух такой. Ну, я же вам хвастаюсь постоянно, что воздух от реки. Действительно, воздух от реки. И это очень приятно, это свежо. В общем, красота. Друзья, я, знаете, как англичане не любят попадать в неловкое положение. Я попала в неловкое положение. Значит, я сказала, что за мной сейчас должны подъехать. Ну, и думаю, всё, уже едет. Что-то я перепутала, темно же. Вижу, фары хорошо светятся, значит, это за мной. И в этот момент раздаётся звонок телефонный. Я такая поднимаю руку, едущей навстречу машине, но у нас тут не так много машин вот едет, да? Поэтому я и подумала, что это за мной. Ну, хорошо, что чудак не остановил, или чудачка, не знаю, кто там за рулём был. И звонит мне моя приятельница и говорит, я за тобой уже выехала. Я говорю, а я попала в неловкое положение. Человека пыталась остановить. Ну, просто подняла руку, типа, вот она я, потому что я ушла с того места, где она должна была за мной заехать. Куда она должна была за мной заехать. Вот, так что, друзья, вот так. Попала в неловкое положение. Хорошо, что темно. Ну, всё, я выключаюсь, а то здесь шум. Друзья, я получила заказ от Эйлон и возвращаюсь домой. Вот, приду домой, когда я вам покажу, что именно я заказала. Довольно много. Друзья, посмотрите, какой у меня вентилятор. Этот вентилятор работает от моего ноутбука. Вот так вот он имеет такую, ой, ну, как бы трубочку, на которой он держится, да, и вставляется вот сюда, в ноутбук. И работает. Кстати, он мне удачного дня желает. И очень хорошо дует. Очень хорошо. Казалось бы, такой он маленький. Тут всего-навсего две лопасти. Но мне так нравится. И он так хорошо охлаждает меня. В общем, я довольно безумна. Я его купила давненько. И было видео, я его показывала в покупочках. И вот настал период жары. Очень жарко. И вот он меня теперь охлаждает. Очень приятная штуковинка. Очень приятная. Так, девочки, значит, я готовлю подливу. Это печень куриная, лук. Значит, что я сделала? Я, печень я не резала. Я целиком ее прям положила. Ну, помыла, естественно. Две вот две. Таких луковицы еще туда. Значит, что я делаю? Я режу лук. Пересыпаю лук солью, перцем. Кладу туда лаврушку потом. Соль, перец, значит, томатную пасту, немножечко постного масла. Ой. Вот. Так, так, так. Соль, перец, томатная паста, немножко постного масла. Все это перемешала. И затем я добавляю туда томатную пасту. И вот это все жарится. Я не могу приблизиться к этой сковородке, поскольку запаривается, затуманивается. И вот опять зеленый борщик. Сереже, он очень нравится. На этот раз я побросала туда просто сосиску, порезала, побросала и кусочки сала. Ну, чтобы, потому что он не на бульоне, не на мясном, ни на чем. Вот. Поэтому я туда набросала всего понемножку. И, ну, и как обычно, и как обычно, картошка, щавель, укроп. Немножечко добавила приправы грибной. Не знаю, как получится. Вот. Ну, вроде пробовала, мне понравилось. И в самом конце сметаны бухнула пол пакета. Ну, грамм 200 сметаны. Поэтому он вот такой беленький. Ну, и как яйца. Перед тем, как бросить сметану, я еще яйца туда, как это, залила и перемешала. Вот. Так что, в общем, приготовила я еду. И скоро мы с Сережей будем обедать. Конечно, люди нормальные уже в это время ужинают, потому что уже 6 часов вечера. Мы с Сережей ходили в магазин. У нас жарко очень. У нас 35 градусов. И вот даже облака, ну, уже в 6 часов вечера, да, уже как-то тучки пособирались. Но дождя нам никто не обещал. Вот. Очень жарко. И вот мы ходили в магазин сегодня, закупочку сделали. И пришли. И я начала готовить. А почему так долго готовлю? Я вообще очень быстро все делаю. Потому что, готовлю долго, потому что газ еле-еле-еле, прямо по чу-чуточку дают, вот прям еле-еле. Знаете, наверное, на электроплитке быстрее было бы приготовлено, чем... Ну, что поделаешь, селяви, да? В общем, показала вам, что я приготовила. Ну, мы еще фрукты... Ну, вот купили черной смородины. И совершенно забыли, что сахара нет. Сережа-то, он сахар не употребляет, а я-то... Я-то сахар употребляю, и я хотела сделать как... Ну, я завтра куплю сахар, пусть постоит сейчас в холодильник, поставлю. А завтра с сахаром перемешаю и раздавлю ее. Много-много сахара, раза в два-три больше, чем самой смородины, чтобы она не забродила. И тоже буду чаечек делать. Про лепестки розы я вам уже рассказывала. Сделаю завтра смородину с сахаром. И просто не помню, показывала я вам или нет вот это. Это малина. Тоже, видите, сколько сахара, чтобы не забродила. Я не любитель малины, а Настя у нас любит малину. Тоже, Сережа купил малину, мы все делим пополам с Сережей. А я думаю, ну, если я не люблю малину, я Настюхе лучше понесу. И вот, видите, сколько сахара. Ну, поскольку Настюша сейчас на море, малинка стоит у нас в холодильнике. Вот, а приедет я и отнесу. Вот она вся в сахаре, она не забродит. Так же я делаю лимоны, так же я делаю смородину, так же я делаю розовые листочки. Надолго я это не делаю. Вот сделала чуть-чуть. Как оно съестся, так и все. И вот еще черешинки. Я же говорю, мы с Сережей как дети. Мы вот такие вот овощи, ой, овощи, что я говорю. Фрукты, когда покупаем, мы разделили пополам и каждый съедает. Ну, они же не будут стоять там по несколько дней. Ну, в этот же день, там, на второй день мы их съедаем. Вот, черешинки и вот уже абрикоски. И бананчик. И бананчик тоже. Я люблю с зелеными хвостиками бананы, потому что они имеют вкус. Я не люблю бананы совершенно такие мягкие, знаете ли, желтые. Вот, и это мои мисочки, ситечки такие вот. В них удобно мыть, пластиковые. У меня таких много, я ими пользуюсь постоянно. Они очень удобные, легкие. И в них удобно, что я вам хотела показать и рассказать. Я сейчас такая вся, вот, ну, что вы хотите. В 35 градусов мы посмотрели, что смогла, показала. Что не показала, то выйдет в следующем видео. Спасибо всем за просмотры. Всех люблю. Пока-пока.